Добрый день, уважаемые доктора! Мы продолжаем нашу работу и сейчас появится моя презентация. Речь пойдет о инфломейджинге, о том, о чем я говорила вчера и о том, о чем говорили многие наши докладчики и об одном из источников инфломейджинга, а именно микробиота кишечника, о чем говорила сейчас Дарья Андреевна Каштанова и я еще буду говорить о синдроме повышенной эпителиальной проницаемости. Устанавливайте, пожалуйста, презентацию. Итак, синдром повышенной эпителиальной проницаемости. Речь идет о проницаемости стенки кишечника. Я просто вам напомню, что вообще стенка кишечника – это колоссальный орган, это площадь слизистой оболочки, которая равна 400 квадратным метрам. И понятно, что одна из функций кишечной стенки – это барьерная функция. Микробиота, который прожил от метаболизма, токсина, и они поступают в циркулирующую кровь, минуя этот эпителиальный барьер, или им не удается проникнуть через эпителиальный барьер. Вообще синдром повышенной эпителиальной проницаемости – это такое новое понятие, новое понятие в геронтологии, и в 2021 году в России был выпущен действительно уникальный во всех отношениях мультидисциплинарный национальный консенсус, авторами которого были и терапевты, и кардиологи, и гастроэнтерологи, и геронтологи. И вот вы видите, этот документ, он опубликован сейчас, и мы уже можем с ним работать. Надо сказать, что ключом к барьерной функции кишечной стенки являются межклеточные взаимодействия. Действительно, именно клетки регулируют локализацию силу, продолжительность рецепторных взаимодействий и управляют межклеточной сигнализацией. И взаимодействия между клетками, между мембранами клеток очень сложно оказывается устроены. Это группа белков плотных контактов, то есть белки, которые сшивают мембраны клеток между собой и делают вот этот эпителий кишечной стенки непроницаемым. Вы видите, это белки аклюдин, клаудин, это соединяющие молекулы абгезии, это зонулин. И, конечно, благодаря вот этому очень четкому соблюдению правил, очень плотному соединению клеток и препятствию проникновения продуктов жизнедеятельности в микроорганизмах, значительно снижается интенсивность системного воспаления. И вот здесь вы видите, что, в принципе, понятно, что сейчас мы не будем останавливаться подробно на вот этом механизме транслокации через кишечную стенку, но это действительно может запускать как провоспалительный каскад, так и антивоспалительный каскад. И надо сказать, что сегодня мы уже знаем, мы говорим действительно о нарушении состава микробиоты, но мы должны говорить и о изменении проницаемости кишечной стенки. И вот вместе два этих процесса увеличивают риск развития возраста ассоциированных заболеваний. С возрастом, как мы уже показали данные некоторых наших исследований, я некоторые из них повторю, старение микробиоты происходит, и оно происходит параллельно со старением организма хозяина и влияет на процессы старения. И действительно состав микробиота кишечника и характеристика микробиоты, а значит и проницаемость кишечной стенки ассоциированы с синдромом хрупкости или синдромом старческой остынии. И вот мы видим здесь целый ряд исследований, которые демонстрируют, что прежде всего разнообразие, снижение разнообразия микробиоты влечет за собой развитие синдрома хрупкости. В целом, я думаю, что сегодня мы не один раз, так же, как и вчера, говорили о том, что микробиоты кишечника – это действительно ключ к здоровому старению, и микробиота столетних людей, долгожителей, супердолгожителей, она существенно отличается даже от микробиоты здоровых людей среднего возраста. Я не буду подробно останавливаться на результатах нашего исследования, где мы увидели совершенно удивительные результаты, а именно молодую микробиоту, микробиоту фактически ближе к детям, которая с большим количеством бифидобактерий, с большим индексом разнообразия, который не отличается от здоровых людей, и с значительно большим синтезом бутерата, который является антивоспалительным маркером. Изменения микробиоты возникают с возрастом. Вот еще публикации, вы видите, что с возрастом, по данным экспериментальных работ, это исследования, которые проводились у мышей, демонстрируется увеличение проницаемости кишечника и содержание в крови циркулирующих цитотоксинов и бактериальных продуктов. И авторы вот этой работы, экспериментальной работы, говорят о том, что повышенная проницаемость кишечника является следствием старения организма. Действительно, микробиота выбрасывает множество продуктов в своей жизнедеятельности, и триметиламид-эноксид – это один из таких продуктов, который является провоспалительным фактором, который вызывает изменение функции эндотелиальных прогениторных клеток. И что такое эндотелиальные прогениторные клетки? Это молодые клетки эндотелий, то есть фактически эти продукты жизнедеятельности микроорганизмов могут состаривать эндотелий. И мы видим с вами, что содержание ТМАО положительно коррелировало с маркерами воспаления, с уровнем цирреактивного белка интерлейкина первого – это провоспалительные маркеры, и отрицательно с уровнем циркулирующих прогениторных эндотелиальных клеток. И, собственно, подобного рода исследования, они и являются подтверждением влияния проницаемости кишечной стенки, микробиоты на состояние системной какие-то процессы, на состояние организма в целом. И сегодня уже появились публикации, что, например, при инфекции SARS-CoV-2 увеличивается также проницаемость кишечника, и это увеличение проницаемости дополнительно приводит к транслокации микробных компонентов, запускающих системный воспалительный ответ. А мы с вами знаем, что именно цитокиновый шторм, пресловутый, о котором так много мы говорили, именно мощный вот такой воспалительный ответ является одной из основных проблем этой инфекции. И авторы вот еще одной публикации демонстрируют нам, что кишечная проницаемость играет ключевую роль, модулирующий системный воспалительный ответ при коронавирусной инфекции. Мы, конечно, должны говорить о терапевтических стратегиях, о том, что с этим делать. И недаром наш конгресс является конгрессом уникальным, именно потому, что среди наших слушателей врачи. И, конечно, мы должны быть очень осторожны, потому что те исследования, которые мы приводим, это частые исследования, которые проводились у экспериментальных животных, там типа вот трансплантации микробиоты у мышей, от старых мышей и молодых мышам, и изменение абсолютно профиля, провоспалительного профиля, смещение его в более молодой возраст. Понятно, что повторить пока все, и внедрить, и опробировать даже все эти стратегии у людей мы просто не сможем, но есть некоторые вещи, которые мы хорошо знаем. Для того, чтобы влиять на проницаемость кишечной стенки и на микробиоту кишечника нужны комплексные действия. Это питание, сегодня много о нем говорили, и именно средиземноморское питание, питание, которое содержит много овощей, клетчатки, оно фактически это пребиотики, является одной из стратегий. Отказ от курения, контроль приема лекарственных препаратов, в частности препаратов, например, антибактериальных, прием только строго по показаниям. Это, кроме того, трансплантации, например, микробиоты или использование каких-то препаратов, которые как бы имитируют трансплантацию микробиоты. Но и вот у нас есть лекарственное средство, которое уменьшает проницаемость кишечной стенки, которое называется рибомипид или рибогид, и которое также, мне кажется, в этом контексте очень перспективно в комплексном лечении, в комплексном воздействии на синдром системного воспаления, который столь значимо прогрессирует с возрастом. Механизм действия рибомипида, а я считаю, что рибомипид – это одна из молекул, которая претендует на звание геропротектора и препарат, который уже применяется в клинике. Он меняет проницаемость кишечной стенки за счет увеличения синфаза слизи, за счет регенерации клеток эпителия и за счет того, что сшиваются нарушенные плотные контакты между клетками эпителия. Восстанавливаются вот эти белки, в том числе зонулин, например, о котором мы говорили, как о белке плотных контактов между клетками. Ну и, наконец, рибомипид, как оказалось, при электронной микроскопии улучшает кровоснабжение и способствует регенерации тем самым эпителия. И вот мы видим, что это снижает адгезию бактерий к слизистой, это восстанавливает плотные контакты между клетками и препятствует проникновению бактерий и токсинов, а это дальше нормализует факторы воспаления. Я буквально покажу несколько слайдов, которые демонстрируют, как глубоко изучался этот препарат в эксперименте и в клинике применяется он в Японии достаточно давно этот препарат, он там хорошо известен. Рибомипид, например, восстанавливает целостность защитного барьера слизистой желудочно-кишечного тракта и подавляет синдром системного воспаления у мышей после радиации у облученных мышей и восстанавливает барьерную функцию кишечника, которая была нарушена радиационным воздействием. Рибомипид оказывал антицитокиновый эффект и восстанавливал барьерную функцию кишечника при радиационно-индуцированном колите. Кроме того, рибомипид, есть данные, которые уже в клинике опубликованы, по его протекторным эффектам, причем протекторные эффекты по восстановлению слизистой на всем протяжении, от ротовой полости до прямой кишки. И вот как раз электронная микроскопия, опять же экспериментальная работа с мышами, у мышей аспирин-индуцированное поражение кишечника и восстановление сети белков, плотных контактов на фоне лечения рибогидом. Этот препарат значительно и дозозависимо повышает продукцию муцина и способствует восстановлению слизистого слоя, а это значит уменьшение адсорции, адгезии бактерий кишечной стенки. Ну вот это данные опять, которые касаются активации ангиогенного фактора, роста в эпителии желудка. Это опять экспериментальные работы. Активация ангиогенеза. И вот это уже метаанализ, опять это клиническая неэкспериментальная работа, а анализ использования этого препарата при поражении слизистой ротовой полости, а эффект у него универсальный на всем протяжении кишечной трубки, желудочно-кишечного тракта. Вот показан и независимый от восстановления слизистой кишечной стенки противовоспалительный эффект рибомипида и пониженная регуляция, пониженная экспрессия интерлекина 8. Рибомипид обладает собственными противовоспалительными эффектами, то есть это непосредственное действие молекулы рибомипида за счет подавления функций мембранных ПИДЖИ рецепторов при увеличении продукции провоспалительных цитокинов. Ну и есть ряд публикаций, которые демонстрируют вот этот самый противовоспалительный эффект препарата. Это влияние на экспрессию цитокинов, не только интерлекин 8, о котором я говорила, но и интерлекин 6 и ингибирование тумор-некротического фактора. У этой молекулы есть и антиоксидантный эффект за счет наличия хинолинового кольца в химической формуле препарата. И не зря мы видим действительно системные эффекты рибомипида, потому что вот это снижение интенсивности синдрома системного воспаления, оно безусловно снижает интенсивность воспаления в эндотелии и тем самым профилактирует атеросклероз. Это опять экспериментальная работа, но вы видите вот этот системный эффект, он в этой экспериментальной работе срабатывает. Итак, уважаемые коллеги, мы с вами знаем, что изменение состава микробиота и увеличение проницаемости кишечной стенки является одним из источников воспалительного старения. Но у нас в руках кое-что есть все-таки. И вчера мы разбирали с вами, что источником инфломейджинга могут быть очень многие факторы. Сегодня говорим об одном из них. И комплексное воздействие на микробиоту кишечную стенку возможно может быть эффективной геропротекторной технологией. Спасибо за внимание, уважаемые доктора, уважаемые коллеги. Спасибо. Спасибо.